К тому времени, кто будет на поле, мы посмотрим. Давайте вы. Моинный вопрос. А не может ли Путин просто отменить выборы, если на подъезжали? Частый вопрос. В последнее время мало его задают, но он, конечно, все может попробовать сделать. Но отмена выборов для него проблемна в том, что ему надо как-то легитимизироваться. Выборы его легитимизируют. Но только не в том смысле, что говорят. Вы придете и легитимизируют. Нет, это нет. А сам факт выборов демонстрируется, только что в ролике это было, что он контролирует систему. Все, кто надо, пришел. Все, кто не надо, не пришел. Те, кто против, сидели, ничего не делали. Бастовали. Те, кто, я не знаю, игнорировали. Те, кто за, все пришли или приехали на автобусе незнужден, поставили галочки. Кто должен был фальсифицировать, сфальсифицировали. Кто должен был честно посчитать, те честно посчитали. Все произошло правильно, и никто не был против. Это показывает, что Путин по-прежнему контролирует систему. А если он отменит выборы, то зачем ему кому-то слушаться? Ким Чуныну не надо никаких выборов. Ну, слушайте, у них там монархия, причём такая, настоящая, династическая. И они в это состояние попали ещё в будущее аграрным обществом. У нас намного сложнее всё. У нас не аграрное общество, приехавшее в 21 век в такой ситуации. Путин может свалиться, если он не будет проводить выборы и не будет подтверждать свою легитимность. Его могут сверхнуть, его могут с артилитой, может ещё что-то с ним произойти. Это ему опасно. Ему нужно подтверждение, что он посланник народа. И вот ему для этого нужны выборы. Сейчас немножко всё прошло не так, но ещё пока, конечно, далеко не настолько, чтобы они куда-то дёргались активно. Чем, по-моему, закончится война России с Украиной для Украины? Чем, по-моему, закончится война России с Украиной для Украины? Ну как, да. Ну смотрите, во-первых, по-моему, война закончится только, когда закончится Путин. Пока есть Путин, война будет. Вот была такая частая мысль, высказывалась, что войну может закончить украинская армия. Я никогда с этим не соглашался и сейчас с этим не согласен. Я думаю, что ВСУ не может закончить войну. Они могут освободить территории какие-то, но эту войну не закончат. Ключи все от этой ситуации в руках российского общества. Когда российское общество отзовёт поддержку Путину, война закончится. Как долго это продлится, я не знаю. Но, значит, для Украины, когда наступит мир, реальный мир, когда все будут понимать, что больше не будет войны, не будет свет ракетами, настоящий мир, не с Путином, а настоящий, с Россией. Когда было возвращение территории? Возвращение территории. Когда будет мир, понятно. Когда согласится одна сторона, вторая сторона, что теперь у нас мир. Украина очень быстро будет развиваться. Быстрее очень многих, потому что будет восстановительный рост. Она будет, во-первых, я думаю, что будет помощь от других стран. Но даже если не будет помощи, она будет очень привлекательна для инвестиций. Потому что в ней будет быстрый восстановительный рост. В него будет очень выгодно инвестировать какое-то время. И даже коммерческие инвестиции, инвесторы, они быстро придут, и все будет быстро восстанавливаться. Но для этого нужен мир. Если мир будет, Украина имеет потенциал очень быстро пойти вперед. Пока мир не будет, она вперед пойти не может, к сожалению. Но, опять же, я совершенно не специалист по Украине, это не моя тема, но об этом у нас есть несколько ролев. Я недавно еще выходил. Вы добавились к этой статье? Да, я хочу уточнить ваше мнение. Как вы думаете, какая судьба новых оккупированных территорий, Допорожская, Херсонская область, так как Россия юридически включила их в состав? Я думаю, этот процесс будет тяжело откатать назад, в случае даже переизбрания власти, как эта процедура может произойти? Это будет не просто юридически откатить назад, но по большому счету все же понимают, что все эти изменения Конституции не настоящие. Скатить их можно. Вопрос в том, как долго это продлится. Сейчас вопрос этих территорий, их можно вернуть быстро и без проблем. Они никому не нужны. И они в России. И не будет никакой проблемы, если их вернут. Все будут только рады на этих территориях. Но если возьмем, например, Крым, то там уже так просто не получится. Потому что уже 10 лет они живут в составе России, хоть это и аннексия, и это не легитимно с точки зрения международного права, а фактически они живут в России. И это уже рощерком пера не решишь. Большая сложная история. Куча каких-то прав собственности появилась, которые эти признают, эти не признают. Это уже так просто не разобраться. Если с этим не попытаться как-то разобраться, договоренности не дипломатические, то может просто большая резня начаться и война. И если это пытаться как-то вернуть. А это... Ну, короче, это сложно становится, чем дольше это происходит. Поэтому тут все зависит от того, когда это произойдет. Если Путин в 1924 году как-то денется, то я думаю, что возврат территории, которые сейчас оккупированы были, просто сразу произойдет. Любой следующий руководитель России, он просто договорится, как войска будут отходить. Я думаю, что так будет. С этими новыми территориями. Они не совсем защищены. А вот с Крымом это будут разговоры и обсуждения. Не будет власти. Если это продлится сейчас еще 10 лет, то тогда я не знаю, что будет. Тут нельзя спрогнозировать. Вот. Так, а давайте из конца возьмем вот там вот девушку, да? А потом с этой стороны. Я, по-моему, с этой стороны еще не брал. Сейчас будут с этой. Да. Катя, а ты сказал, что на автонавирус, что ты врачи сейчас вообще думала... Конечно. Надеждин, это просто... Ну ладно, я сейчас... Любое мое высказывание тут могут это, но... Он берет на себя очень большие риски. Очень большие. То есть его могут в любой момент, конечно, не дай бог, посадить и убить и что угодно. Он, находясь внутри пасти крокодила, решил там подпись собирать. Как бы, тут как один пасть захлопнет и все, и не вытащишь. Ну вот такой человек смелый. А я не знаю, может, у него тоже криготок увяз. Может, он такого ничего и не хотел. Правда, сейчас видно по его интервью, что он прям воодушевлен, что он у него прямо вот... Он, на самом деле, говорит так классно теперь. Ну вообще раньше его послушать, он был довольно скучный. Не было ощущения, что вот он нечто такое хочет. Ну вот, на самом деле, я помню, я когда в наши штабы Явлинского приводил, даже Явлинский воодушевлялся, хотя он уже казался бы. Ну уж вообще. Но нет, даже он у него так расцветал. Ох ты как! Потому что когда ты видишь кучу там настоящих людей, которые хотят на политикой заняться к настоящему, то любой политик опытный, они же никогда такого не видели. Видели только в 80-е, 90-е. Потом все, это в России кончилось. И вот они вспоминают, что ничего себе, они прямо готовы. Явлинского несколько раз над тема пытался как-то вот подушевить. И даже тогда получалось. Ну что, это интересные штуки. А Надежда, видно сейчас, что воодушевился. И он уже, он уже все, он уже прет вперед. Он уже ничего не боится. И это очень здорово. Так, давайте отсюда. Ой, как много-то. Вначале никого не было. Дайте вот вывод с ним. А, не стыкывая иллюзии, а Надежда не зарегистрировала. Знаете, что я тут в другое? Почему-то это стало общепринятой какой-то позиции. Ни фига бы это было. Зарегистрировать человек? Не знаю. Ну, я бы дал процент 70, что его не зарегистрировать, а процент 30, что его зарегистрировать. Чем вы объясните такое определение процентов? Ну, он им очень опасен, с одной стороны. Допустить его до выборов очень страшно. И это, поэтому его наиболее вероятно снимут. Ну, может, 65, ну, такое. А с другой стороны, они очень не любят показывать слабость и действовать под давлением. Снять... Сейчас ведь выборы двух кандидатов стали. Есть один, есть второй. Снять единственного оппонента – это показать слабость. Это может сломать вообще всю игру. Ведь выборы-то должны были показать силу, а тут они показывают, что боится основной актор-то. И в отличие от снятия Навального на дальних каких-то постах, да, когда там все знали, что ему нельзя по закону участвовать в выборах, что у него такая довольно была, ну, не то чтобы узкая, но она была такая нишевая довольно аудитория, хоть и немаленькая. Здесь-то все видят, что это всё поперло. И когда ты снимаешь такого, то у тебя создаются политические риски. Ты просто начинаешь быть менее стабилен, чем ты был. И Путин может, кроме того, там есть же Путин решатель. Он может решить, что я буду пугаться, какого-то Надеждина, какой-то там этот вообще, и не решить с ним сходить. Бывает такое? Я закончу вопрос. Его не инфестируют. Не подпланы. А есть ли у лидеров оппозиции планы уцелизировать эту энергию, которую сейчас поднялась? Ну, во-первых, начнём с того, что обычно у лидеров оппозиции никаких планов вообще нет. Ну и в целом, на самом деле, мы сейчас немножко обоснованы. Потому что мы ведь действовали реакционно. Мы же не можем, мы же не актов... Вот если был прям наш кандидат, да, мой, например, из моей команды, то мы бы диктовали повестку. А сейчас мы, в общем-то, реагируем на происходящее. Мы увидели, что энергия канализируется в эти подписи. Я её, как бы, ну, собрал и направил в одну точку такую, какое у меня увеличительное стекло. Такой дурчик пошёл. Именно на подпись. Но я ведь энергию не создавал. Я её только сконцентрировал. Ну, я был первый, кто её... Это вывел средство этого производства. Продолжение следует...